всем привет появилась минутка я хотел высказать первое впечатление по игре от китайских разрабов я так и не понял как она называется то ли battle team 2 то ли life and dead sniper 2 потому что на ю тубе находит так и так мы переводчик переводит почему-то life and dead так что battle team 2 не такое спорное название знаю я думаю в конечном итоге они когда выкатят для европы эту игру ну тогда мы увидим точное название ведь я не думаю что они лезли в steam чтобы в игру только китайцы играли так вот первые впечатления у меня позитивные может потому что давно не играл во что-то новенькое подобного типа на пк а может потому что игра годная ну такое если вы обратили внимание в игре дофига режимов поэтому там каждый найдет себя чем занять но это может быть и минусом потому что можно гнаться за всеми разными режимами и ничего толком качественного не сделать ну это в принципе же китайцы от них можно ждать чего угодно они запихнули в игру все что играется и оружие которое вроде как в топе в разных играх игры которые я так понимаю они возвели как бы на пьедесталную на которой они ориентируются есть настройках то есть там можно автоматически подстроить стандартный конфиг из игры там к из гу паб call of duty по моему и battlefield если я не ошибаюсь я так понял а они все же будут идти по пути к из го в конечном итоге потому что только режим подрыв и командный бой представлены в ранговых катках остальное все только на общих началах якобы отдохнуть и просто там пострелять меня кстати не смущает наличие в игре до 100 2 почему бы и нет но я сразу же вспоминаю турецкую версию подобной игры которая тоже была с дастом вторым из похожим оружием но мировой славы она так и не сыскала да и у нас тоже быстро сошла на нет но в турции в нее катают но я надеюсь что китайцы не пойдут по этому пути короче поиграл я пару часов и как только привык к игре стал уже бесить большой пинг который портит все впечатление и не дает в целом оценить некоторые игровые нюансы более-менее адекватно и из этих режимов но в которой я играл с таким пингом себя чувствуешь в снайперских баталиях а так из-за пинга в упор там порой не можешь убить хотя раз на раз не приходится как итог игра как по мне для разнообразия стоит внимание и имеет место быть с учетом того что она после обновления но я надеюсь будет адаптирована не только для китайцев так вот ну такое мнение то есть неплохо нехорошо где-то средне надо посмотреть что будет дальше там по моему 17 числа у них супер-пупер какое-то обновление там будет видно что будет дальше с этой игрой пока ну на мой взгляд можно поиграть кто уже поиграл напишите что вы думаете по поводу данной игры вот такое беглое первое впечатление по этой игре и на этом пожалуй меня все всем пока играйте честно